Дальше продолжаем. Мирина Мохова. Знаете, что вы нам нужны? Спасибо за систематизированные, нужные нам знания. Светлана Мартыненко, благодарю вас за труды в разъяснении мотивации к действию, в оздоровлении. Я давно изучаю ваши книги, все нравится в ваших видео, и подача, и речь, и наш Донской, я ваша землячка, Говор. А куда вы ездите на прогулку? На прогулку я езжу в парк, парк имени Маяковского. Он рядом тут, с тем местом, где я живу. А вот Алексей Потапов задает такой вопрос. Петрович, подскажите, пожалуйста, как можно очищать лимфу на шее эффективно помимо голодания? Может, соки какие-нибудь или травы? Смотрите, вот вопрос. Лимфа на шее. Лимфа – это жидкость, чтобы мы сначала определились в понятиях. Есть лимфа – это жидкость, которая является своеобразной прослойкой между кровью и клетками. Вот в этой вот жидкости между кровью и клетками, все там совершается – питание, защита и прочее, 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 прочее. Я об этом там рассказал, соответственно. Это что касается лимфы. Есть лимфатическая система. Лимфатическая система – это уже протоки, лимфатические узлы, это уже и органы, связанные с выработкой лимфоцитов. Это уже система, понимаете? И, наконец-таки, вот насколько я понял, что если на шее увеличились лимфоузлы, то человек, думаю, почистит вот эту вот область там на шее только. Нет, если на шее у вас увеличены лимфоузлы, при пальпации они еще болезненные, это говорит о том, что эта часть лимфатической системы усиленно работает, она усиленно справляется с каким-то лишним, ненужным и вредным в организме, который находится где-то в данной области. И здесь необходимо сначала разобраться, а что за причины могут быть, там, были ли у вас какие-то там заболевания недавно, вот какая-то инфекция перенесена, там. То есть надо сделать такой самоанализ для того, чтобы разобраться, почему лимфоузлы на шее увеличены. Раз они увеличены, значит, там идет работа, это сразу надо сказать, там идет работа по сохранению вашего здоровья. А уже после того, как вы разберетесь, от чего это возникает, тогда можно работать с этим. Ага, допустим, там, ну, что-то вы, допустим, переедаете, либо у вас там после простуды, вот они увеличились, значит, это говорит о том, что какая-то инфекция скрыто действует. Что-то надо добавить, ага, допустим, керосинчика там, в качестве примера. Что-то еще там такое произошло. Вот тогда будет понятно. Либо же, либо же, если вы хотите, чтобы лимфатическая система почистилась в целом. Один из способов для этого, это такой, радикально, это голодание. Начинаете регулярно голодать раз там в две недельки, сутки, двое, максимум там трое, но регулярненько. Плюс меньше таких питательных веществ употребляете, которые способствуют засолению лимфатической системы. То есть, вот так вот надо действовать, а так, понимаете, получается непонятно, что Алексей Потапов имеет в виду. Можно соки какие-нибудь или травы. Вот голодать все-таки труднее. Соки или травы. Можно и соки, можно и травы. Но, смотрите, если мы с вами имеем свой рацион питания, который порождает те или иные болезни, и не хотим его менять, мы хотим его, как бы сказать, как-то скорректировать соками, травяными чаями, то толком ничего не будет. Нам надо именно вот то питание менять, и немножечко тогда добавить соков, травяные чайи. Вот тогда будет толк. А так как мы ничего не поменяли, ничего не разобрались, то есть мы не поняли причины, откуда у нас лимфоузлы увеличены, и пытаемся что-то сделать, не понимая, что образом жизни мы это все поддержим. И даже если нам поможет и голодание, вернувшись опять к тому образу жизни, который мы и ввели, у нас опять тоже будет. Вот это надо понимать. Так, вчера видел Петровича, это Леон Дир, невидимка, видел Петровича в Ростове на дому, торговый центр Мега Спортмастер, первый ютубер, которого я встретил. А кстати, в Спортмастере, я обычно хожу и смотрю, хочу купить там блинчики 5-килограммовые, такие никелированные, но что-то они не продаются. И там стоял мальчук, он лет там ему 9-10 было, он что-то там гирьку пробовал. Я говорю, ну смотри, беру 24-килограммовую гирьку, и такой, опа, на попа. Он мне сразу, о, вы мой кумир, не видели, как я гирю поднимал? 24-килограммовую. И мотивировал этого ребенка на то, чтобы он занимался. Что, мол, гантельки регулярно заниматься. То есть, если есть такая возможность, я всегда что-то там покажу, расскажу и скажу, что при этом ты можешь еще добиться больших результатов, нежели я. Юрий Мартынинко, Петрович, а вы посты соблюдаете? Раньше соблюдал. И если голодаете, или чистите после нагретарианства, или можно есть все с уважением? Илья, Юрий, уже ответил на это. Я раньше голодал, я раньше там многие вещи делал, после чего, можно так сказать, срывался, после голода объедался, после поста там на сладкое, после, допустим, там сладкого на соленое, после твердой пищи на мягкое, после мягкой пищи на в рот, на твердое. Вот из-за того, что в книгах, кстати, об этом никто не пишет, человек не понимает, что он, применяя те или иные средства, он, как бы сказать, вызывает некий перекос. Этот перекос в его индивидуальной конституции надо очень грамотно после ликвидировать. Но так как мы не знаем, у нас вот такие вот идут качели. То мы голодаем, то мы объедаемся, то мы занимаемся, то мы после этого отдыхаем, то еще что-то делаем, то еще что-то делаем, понимаете, и получается так, что потом нам хочется что-то сделать противоположное. Поэтому у меня этот процесс не один десяток лет был, пока я не дошел до этого, не понял, что существует действительно такой срединный путь. Не надо что-то объедаться, а потом голодать. Поешь умеренно. И вот тут, понимаете, я думаю, ну зачем вот я голодаю, если я потом потихонечку опять, как бы сказать, вот выхожу на то, что начинаю там объедаться, чего-то переедать, а потом, ага, поголодал. Не лучше ли себя вот поработать над собой и приструнить свой аппетит? И, кстати, я в свое время был в Ленинграде, еще был этот Ленинград, и хотел встретиться с последователями Порфири Корнеевича Иванова. Так вот, большинство Порфири Корнеевича Иванова в этом клубе, они были полные. Думаю, как так? Они там, они что-то голодают в неделю там 36 часов, в 48 часов, а некоторые больше. И все они толстые, полные. Оказывается, после того, как они поголодали, они объедаются. Это не дело. И вот, когда я все это дело понял, я более-менее себя уравновесил, что чувствую нормально. И если надо, надо, я поголодаю. Если надо, я там поем салатик. Если надо, еще что-то такое. Но я стараюсь есть так, чтобы не было у меня вот это вот, что потом я не сдышусь. В пищу используют салаты, фрукты, там овощи, чтобы они тоже были нормально представлены в моем рационе. Не обидываться мясо там. Больше мне нравится там каша. Ну, правда, каша с подливкой мясной. И выполнять им доволен, физическую нагрузку делу, чтобы я понял со своей практики, чтобы ваше оздоровление приносило вам удовлетворение. На начальном этапе, когда я начал заниматься, оно мне не приносило удовлетворения. Потому что, да, я вот, допустим, как говорят, о, такая легкость, я начал заниматься сыроедением, такая легкость, так хорошо. Все, я думаю, о, вот это вот то, что надо. А потом наступает зима, наступает холодное время года, и все это сыроедение показывает мне свою другую сторону, что оно охлаждает организм, что с этими продуктами там где-то надо там гоняться, чтобы их получить. И толку там. Нету того, что вы хотите именно зимой. Это мой опыт, я вам рассказываю. Поэтому я все сократил. Ага, стараюсь салатик вначале съесть, или там фрукты, или свежевыжатый сок, дальше там кашка. Кашка, вот я люблю, чтобы она была вот с мясной подливкой. То есть мне это нравится. Но не переедаю. И тогда получается нормально. А когда человек этого не понимает, он то то, то все, то пятое, то десятое. И получается не то, что надо. Далее. Юрий Мартыненко сплашивает. А если ладать раз в неделю, сутки, это будет толк, как вы считаете? Вообще-то я в книге что-то описал. Будет толк, не будет толка. Главное после этого не объедаться. Да, толк будет. Уже вот это вот 24-часовое голодание способствует тому, что дает отдых пищеварительной системе, отдых желудку нашему, многострадальному. Отдых лимфатической системы. Она тогда начинает больше выделять, успешнее выделять из организма. Лучше становится с иммунитетом. То есть вы даете отдых. Это очень важно. Потому что пища это есть нагрузка, которая мы его грузим. И более того, когда вы каждую неделю вот это вот устаканитесь, у вас еще это вас дисциплинирует. Это очень хорошее качество. Дисциплинирование. Так, делаю это к концу. И наконец-таки, вот обыкновенные люди мне пишут, не ловят меня за руку, что, мол, у тебя там плагиат. Кстати, я все хотел сказать и все забываю. Если бы был у меня плагиат, это примерно с 91-го года, то на меня бы давно подали бы в суд за плагиат. Но этого нету. Итак, Кожурово, ТМ. Адрес Кемеровская область, Новокузнечная. Район Кузыдеево. Даже телефон указал свой. Телефон указал. Вот простой человек. Здравствуйте, уважаемый Генеша. Здравствуйте, уважаемый Геннадий Петрович. Я ваша поклонница уровня терапии. 30 лет назад, по вашим книгам Петровича, я сделал очистки кишечника и печени. Результаты поразительные. Из печени вышли камни. Из кишечника какие-то медузообразные сгустки. Помните, я вам говорил, что вот эти слизистые пробки, в которых находятся глисты. Мне сейчас 79,5 лет. 79,5 лет. И с нового года, 2019-го, я решила по-средному заняться уринотерапией. То есть, человек ощутил эффект и результат уринотерапии. Сейчас, август, я чувствую, что с каждым днем мне лучше и лучше. Моча стала чистая сразу, с первого приема. Кашляла 7 месяцев. Ушло. Валидул перестал употреблять. К зубному не нужно ходить. Это вообще бальзам. Вот, с давлением еще не могу справиться. За пальцы рук, значит, они менее отходят, но медленно. Было много кризов. Важно не бояться. Когда вы серьезно занимаетесь самоздоровлением, важно не бояться. Я об этом тоже много говорил. Я прошла в ваших книгах, что вы собираетесь написать новую книгу об уринотерапии. Если написали, вышлите два экземпляра наложенным платежом. Также книгу о магии. Один экземпляр. Низкий вам поклон и большое спасибо за ваши книги, которые несут здоровье людям. Тамара Михайловна, Кажиурова. 17 августа 2019 года. Мой адрес. Вот так. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok